Великая Отечественная война – самый жестокий и кровавый военный конфликт в истории цивилизации. Ценой неимоверных усилий всего прогрессивного человечества был уничтожен германский нацизм и его союзники. Для Беларуси и России эта война стала отечественной. Черным пламенем она прошла от Бреста до Москвы. Кровавым катком прокатилась по судьбам граждан двух странств, жестоким испытанием разделив жизнь советских людей на до и после. Сегодня, как и всегда, важно помнить свою историю и не дать ее исказить. С этой целью проводятся памятные мероприятия, снимаются фильмы и издаются книги. Одну из таких представили во время круглого стола, который состоялся в мемориальном комплексе «Брестская крепость герои». Книга «Операция Багратион. Партизаны земли белорусской» из серии «Библиотека союзного государства». Это третье издание в серии «Библиотеки союзного государства. Защищая Отечество». Именно оно призвано рассказать о неизвестных фактах проявлений героизма сотен тысяч партизан. И мы представляем сегодня третью книгу серии «Библиотека союзного государства». В серии «Защищая Отечество. Операция Багратион. Партизаны белорусской земли». Книга по-своему уникальная, созданная во взаимодействии с архивным сообществом Белоруссии и России, с Министерством юстиции, с Министерствами обороны, со всеми теми людьми, кто хранил, в том числе в своих домашних архивах, те уникальные документы, которые представлены в этой большой книге. Понятно, что первые экземпляры книги направлены в адрес Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Мы сегодня представляем ее, и мы хотим, чтобы и книга, и флеш-карта пришли буквально в ближайшие недели и месяцы в учебные заведения Белоруссии и России. В учебные заведения не для того, чтобы они легли, эти книги и флеш-карты на полке библиотек, а для того, чтобы эта книга стала основанием и поводом к большому разговору. Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, выступая на круглом столе, отметил, что книга представила новые материалы, которые будут интересны как специалистам в области истории, так и юным читателям, которые только делают первые шаги в изучении героического прошлого наших народов. Работа над этим изданием велась долго и главным образом на белорусской земле, что добавило ей особую скрупулезность в подборе фактов и достоверность. Очень важно, чтобы мы, ныне живущие поколения, передали вот эту вот правду о войне, как эстафетную палочку тем, кто идет за нами. И для этого столь важны такие проекты, как издание книг в серии библиотеки союзного государства. Спасибо огромное за эту работу, всем тем, кто этот проект организовал, и самое главное, всем тем, кто в него вложил свою душу, сердце и все сохранившиеся страницы этой истории. И столь же важно, чтобы эту память через себя, через свои души и сердца пропускали те самые школьники, наследники, те, кто воевал, те, кто побеждал, и те, кто представлял все, без исключения, народы тогдашнего Советского Союза, все, без исключения, кто представляет сейчас советский народ победителей, поэтому мы здесь. Презентация новой книги «Операция Багратион. Партизаны белорусской земли» стала еще одним важным событием в общем стремлении России и Беларуси не дать переписать историю и еще раз напомнить о подвиге партизан и о значимости сохранения передачи памяти о Великой Отечественной войне современным и будущим поколениям. Спасибо. 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 Спасибо.